История с янтарной комнатой, которую восстанавливало государство. Да, в царском селе. И мы знаем, что их делали две. Янтарная комната, скорее всего, сгорела в Кенигсберге. Было две комнаты. Когда восстанавливали. Потрачены бюджетные средства, она там, где надо. Но оплачено было бюджетом две комнаты. В дворце, да, в царском. А где вторая комната, как ты думаешь? Где? Сегодня, наверное, в передаче мы поставим этот вопрос о том, а каким образом вторая комната, оплаченная бюджетом Российской Федерации, сейчас продается в Лондоне? А кто продает? Продает частное лицо. Наш гражданин России. Российский гражданин, да. А в самом деле, если бюджетные деньги, янтарная комната, мало ли что могло случиться при монтаже. Делали две. В царское село точной копией той реликвии, которой, еще раз скажу, видимо, все-таки сгорела в Кенигсберге. Там она хранилась, были пожары. Точная копия и дубликат. Дубликат в Лондоне продается. Вот тема для Юрия Яковлевича. Купленный, еще раз, бюджетные деньги потрачены, а дубликат некий гражданин российский. Купил, Сергей, по остаточной стоимости. Ну, это трудно объяснить, тем более, что история... Это объяснить невозможно, как исчезновение ТУ-114. Я еще раз скажу, полтора года жду ответа. Никакого уже, по-моему, даже пресс-секретарь там другой. У нас все в порядке, да что прицепились? Все, и вы там, в Москве. Закройте на нас глаза. Нужно еще больше жесткости. Приходит руководитель региона, и такое ощущение, что он руководит каким-то коммунистическим. Завтра все прекрасно. Хлеба колосятся. Значительная часть руководителей регионов, она вообще не живет в регионах. Ну, то есть они приезжают, проводят совещания. Один день в неделю. Снимают местное телевидение. Семь сюжетов, да, на неделю вперед. Показывают, да. Одно время, один, сейчас он уже не работает, глава региона, он вообще жил в Швейцарии. У многих семьи за границей. Вот эту малину нужно прекращать. Для того, чтобы людей, взятых с поличными, по очевидным делам сразу сажали в тюрьму, а не отпускали, должно быть неизбирательное правосудие. Если мы будем сравнивать себя с западными странами, то там правовое государство начало создаваться, ну, как минимум, с 12 века. Нам не хватает приблизительно восьми веков. Восьми веков. Продолжение следует...